Так, сегодня обрезала маникюр свой. Как-то уже и мешается, и нужно быть готовой к процессу ротов, да. У меня мама вчера передала два пакетика тут такой, какие вещички для детей, в том числе для доченьки будущей. Давайте посмотрим, что тут такого интересного вместе с вами разберем. Я вот даже не заглядывала. Так, футболочка для мальчиков. Так, вот у нас какой размер двоечка. Ну, слушайте, это для Мишутки. Ну, футболочка в садик это всегда актуально, да. Так, вот такие вот трусишки. Тоже такие веселенькие. Это для Пети. Хорошо, все нам пригодится. Далее вот такая вот футболочка. Папин помощник. Ну, это точно про наших мальчиков. Это для Пети четверочка. Класс. Так, это у нас какой размер четверочка для Пети. Релакс. Он Холидей. Прикольная штука. Так, и еще одни трусишки с Микки Маусами. Тоже, наверное, для Пети. Так, и здесь что у нас? Девчонки, смотрите. Какая красота. Мама купила вот такой вот ботик. Она говорит, она может на выписку подойдет. Вот, посмотри. 56 размер. Посмотрите. Такая милота. А здесь вот такой вот гиперчик. На протяжении всего ботика. Здесь такая шапченочка. Очень нежный, да, вариант боти. В общем, я еще пока не решила на выписку. Это вот все дело возьму или нет. Либо сейчас еще проедусь, посмотрю по магазинам. Что такого интересного там будет. Ой, ну какая красота. Какие нюансы, да, сейчас вот на вещах, на детских. В общем, девчонки, напишите, что вы думаете по этому поводу. Как скромно будет, не скромно. Ну, так вот, знаете, ничего лишнего. Так, далее мама что еще передала? Передала шортики черные. Это для Пети, ну, потому что для садика, для физкультуры у нас есть черные шортики. Ну, она говорит, они никогда не бывают лишними. Согласна. Далее вот такой ботик. Это какой размер? Такая красота тоже. Это для дочки. Маленький размер чувствуется. Так, тоже на пастирушке. Беленькая футболочка. Это Петя на физкультуру. Это пятерка, ну, конечно, она большеватая. Но на физкультуру вещи должны быть свободными, да. Я отложу. Сейчас постираю. И прямо вот вечером, наверное, уже отнесу вместе с папочкой. С канцелярией. И вот вещички на физкультуру обязательно. Это такая же футболка. В таком же размере. Так, так, так. И тут были носочки. Ну, я, в принципе, не просила маму. Видимо, на сдачу она набрала. У меня носочков очень много для ребятишек. А это для Мишутки. Такая красота прям. Такие носочки. В обиход пущу, потому что, ну, что они будут лежать, да. Так, и белые носочки, это на физкультуру Петя. В общем, вот такие у нас новые вещички. Это на пастирушке. Меня еще ждет тут бельишко. Все обязательно сегодня будет непременно перегладить. Это вот прям стопроцентно. Без этого никак. Потому что здесь вещички в садик. И не только в садик. И видите, у нас там вот такой вот завал. Прям вообще такое безобразие. Дело в том, что нам привезли мебель вчера. Да, я была с ребятишками пока в городе. Муж все вынес. В общем, сюда пока сложил гортань. Потом это вообще даже не окунаясь сюда. Мы все это дело разберем. Все на второй этаж. Там что поднять, что на новую кровать расстелить. В общем, здесь и подушки на новую кровать. Короче, дела у нас есть. Я тут пока собираюсь по делам. Без прически, но привела уже себя в порядок. Хочу показать вам вот этот свой новенький халатик. В носке, в деле, так скажем, да. Это ивановский трикотаж. То ли Василек, то ли Грандсток. Я уже не помню, мужчинки, честно. У меня дети вчера были просто в восторге от расцветки. И он очень-очень-очень комфортен. Вот прям дышит. Я прям вот получала удовольствие серьезно до сих пор. Как-то вот мне хорошо в нем. В общем, да, вот так вот. Поэтому, девочки, да. Счастье в мелочах. Балуйте себе. Собираюсь по делам. И пользуюсь ежедневно вот таким вот гель-бальзамом с пиявкой для ног. Это из Фикс Прай. Девчонки, он классный. Реально снимает отечность. Как-то вот усталость с ножек убирает. Это вот реально действует как такие жидкие колготки. Поэтому обратите внимание. И аромат у него приятный. Такой лечебно-аптекарско-парфюмерный. Вот так вот я сегодня нарядилась. Это футболочка. Вы про нее, кстати, часто спрашиваете. С магазина для беременных под названием Буду мамой. И леггинсы. Леггинсы точно с Василька. В общем, леггинсы это мое все. Я их обожаю. В общем, поддерживают прикольно. И какой-то силуэт создают. Да, в общем-то так. Сейчас, конечно же, все растеряю. Это за газ платить. Так, не забыть. Девчонки, девчонки. Всем огромнейший-огромнейший привет. Мы с вами ведь не поздоровались, да? Так, ключ от дома у меня здесь в связке. Так, закрываем дом. Ой, такая погода. Да, обувь надо будет перемыть, кстати, еще сегодня у ребятишек. Даже не верьте, что бабье лето. Я вообще планировала, что бабье лето будет после моих родов. Чтобы мы с ребятишками погулялись, доченька погуляли вдоволь. Но не тут-то было, видимо. А после выписки будут дожди, серость и туманность. Да. Короче, девчонки, у меня директ просто завалит. Я выложила сториз, да, вчера, что я в перинатальном, что мне делают КТГ. И, в общем, многие решили, что я уже родила. Нет, на самом деле я не родила. Я нахожусь дома еще. Да, я вчера была в перинатальном у знакомых врачей. Мне сделали необходимое обследование. Ну, потому что сегодня, вот, сегодня ровно в понедельник 38 недель беременности. Два рубца на матке, резус отрицательная кровь, анемия, ВСД, гипотонический тип. Ну, это не шутки, да. Я решила все-таки съездить и, как бы, подстраховаться. Короче, меня обследовали, сделали все необходимые какие-то там, ну, знаете, КТГ, там, УЗИ и так далее, и тому подобное. И меня отпустили. До какого числа меня отпустили? Ну, давайте, пока я вам не буду говорить. Ну, хотя бы что-то останется тайное, да. В общем-то, да, у меня есть определенный промежуток времени для подготовки к родам, для того, чтобы завершить какие-то дела свои мамские-дамские. Ну, все, я в машине. Кстати, макияж у меня сегодня такой, макияж без макияжа, да. Чисто тон, базу наложила со светоотражающими частицами. Мне хочется какого-то человеческого сияния. Немножечко тронула брови, немного ресницы и губы. Все. Такая я сегодня естественная. Не хотелось ничем заниматься. Так, у меня муж машину припарковал. Прямо 5 сантиметров до гаража, посмотрите. Надеюсь, что я дверь не снесу, когда буду трогаться. Но это так, бредни. Короче, девчонки, сегодня плачу за газ. Полтора косаря. Вы не находите летом полторы тысячи в месяц платить за газ. То есть, солнечная Мордовия. Мы мерзлики те еще, точнее я мерзлячка. И приучила и мужа тоже. В общем, чтобы вот, знаешь, знаете, когда спишь, чтобы было тепло. У меня дети тоже, в общем-то, некомфортно себя чувствуют, когда дома холодно. В общем, да, заплачу за газ, потом заплачу за садики по тысяче рублей. Детям заплачу за вывоз мусора. Это тоже оплачивается у нас все. Ну, наверное, как и везде, да. И самая главная моя миссия на сегодня, это прикупить детям одежонки. Короче, Петя у меня просит джинсы. Причем утепленные джинсы у нас есть. Он просит джинсы именно в группу. Также мне нужно купить ему обувочку. Какие-нибудь облегченные кроссовки. Не в группу, а вот именно вот сейчас гулять на остаток бабьего лета. Около садика гулять, да, на прогулках. Потом я хочу посмотреть, что там из праздничных бодиков на выписку дочурки. Я хочу из одежды что еще посмотреть. Если мне шутки, будут какие-нибудь джинсики, тоже интересно. Обязательно куплю он у меня, потому что такой модник вообще там. Джинсы это его все. Так, так. И что касается ассортимента выбора одежды, девочки, мы вчера с мужем, перед тем, как поехать в Перинаталь на обследование, мы штатировали магазины городские. Заезжали в Глорию. Кстати, у нас в Саранске мы нашли только одну Глорию. Знаете где? Что, щенок, что ли, у соседей кричит? Не знаю. Мы нашли одну Глорию на юг-западе, и все. В общем-то. Слушайте, такая дрянь редкопородистая, серьезно, в этой Глории. Я не знаю, это джинсы все идут утепленные. Ну ладно, из утепленных вообще можно что-то найти. Но вот из летних джинсов, из распродажи, вообще там 800-900 рублей, какие-то шаровары какие-то, потертые. Не знаю, не знаю. Я вообще была просто в шоке. Единственное, что мы не доехали до H&M. Не доехали, потому что у меня уже что-то все прижало, и кушать захотелось. В общем-то, нет. Мужем не смогли выбрать обувь, потому что единственный магазин, где можно купить обувь у нас в Саранске, это, наверное, карри. Потому что, ну, на рынок за обувью остается. Вест Фалека вообще непонятно, что. Бел Вест. Ну, в общем, то, что нужно было моему мужу, мы там не выбрали. Муж, в общем, у меня психанул, говорит, давай заказываем мне чем-нибудь с ламоты. В общем, вот такие вот у нас а-ля проблемы. Да, поэтому пойду проедусь. Может, даже мужу какую-нибудь обувь куплю. Вы скажите, покупайте своим мужчинам обувь без них. Не знаю, у нас такое не практикуется, но фаберлик единственный, я ему заказывала без него. И сейчас куплю еще, наверное, окорочка и потушу с капустой детям. Я сомневаюсь, что они будут, конечно, всю мою стряпнину есть, вот эту капусту, да, тушеную. Но не знаю даже, я даже не могу придумать, что сготовить. Вчера рис был. Картошку они не едят. Ладно, придумаем. Подъехала я к дому, девочки, и я сейчас прямо в машине покажу вам, что купила с яснок из продуктов, да. А дома уже покажу шматье. Девочки, я сегодня с собой очень и очень довольна, честно. Так, я купила в Магните вот такой вот Эпика. Йогурт питьевой с манго. В общем, состав такой неплохой. Как-то Эпику я раньше покупала в баночках йогурта. И мне прям до дрожи вот именно на этот йогурт прорвало. В общем, мой пузяо диктует свои правила. Так, купила детям овсяное печенье. Ну, немножечко, девочки, оно неимоверно свежее. В общем-то, купила в местном магазинчике, в таком магазине сладости продают. У меня детей его просто обожают, это печенье. Потом я купила баночек, чисто вот, ну, небольшой такой, чтобы он не плесневел, да, на ужин в моей семье. Купила макароны Макфы, вот такие вот. У меня, если говорят, дети любят такие макароны Макфы, которые обработаны паром. Они такие крутые, они вкусные, и они не прилипают к посуде. То есть их можно там хранить, там минут 20, допустим. Мы когда с детьми едим и ждем, может сработать, то есть они не клёкнут. Но не было таких, поэтому взяла вот такие вот ракурки, что ли они, или улитки. Купила петенький какао, он у меня очень любит какао, очень. Может быть, Несквик, конечно, это не совсем экологически чистый продукт, но согласитесь, каждый день варить ребенку какао, да, не знаю, кому чего варить. Поэтому я частенько балуюсь такими вот штуками. И делаю ему такое какао, ну, где-то, наверное, раз в два дня на ночь. Он прям просит с печенькой. Так, и купила шоколад, девчонки. У меня будет попытка номер два приготовить кофейное печенье к чаю. В общем, в пятницу хотела приготовить, даже сториз снимала, но не дошло до этого. Что-то у меня какой-то тонус пошел, и все. Вот различные чеки. Еще покупки продуктовые были, я просто как-то забыла про них. Я, конечно же, купила окорочка, два вот таких вот, как раз с капусткой буду тушить. В мультиварке прям вот все тушить-тушить под давлением. Помидорку добавлю, морковку, лучок, ну, в общем, я думаю, вы поняли, да, и на гарнир макаронки будут. Вот хотела свинину забацать с капустой, но свинина была вчера, и надо их какое-то разнообразие, да, соблюдать. Гарчичку купила, захотелось. У меня вроде бы прошла сейчас сжога, видимо, живот опустился. Захотелось. Здесь свеженькая сыр купила колбасные, девочки, наши, Чалковский, экологически чистый продукт. У меня дети очень его любят, вот очень-очень. Муж тоже ест, и я сама тоже люблю с кофе погонять. И купила... Кстати, твердый сыр у нас есть еще. Купила вот такую колбаску, это колбаса для того, чтобы отваривать, и это говядина с курицей. Ну, тоже можно что-то, допустим, на завтра придумать, да, детям отварить колбаски. И, ну, допустим, гречку там, я не знаю, ну, что-то типа этого. Вот так вот. Ай, у меня тут штатив все время, да, мелькает в кадре. Дело в том, что у меня живот не позволяет снимать сейчас штативом, допустим, если вот так вот на камеру прицепить, только если себя снимать. Что же я купила деткам из одежды, хочу прям вот в кадре сейчас вместе с собой показать, ну, чтобы как-то вот не скрыть неподдельные эмоции, да. Во-первых, я хочу сказать, что брала сейчас с собой 5000 рублей, и я заплатила все коммунальные, и у меня осталось 1500 рублей. То есть мне их нужно было растянуть на одежду, и мне их нужно было растянуть на питание, да, то есть заплати налоги и спи спокойно, как говорится. Но это с учетом того, что декретные мне до сих пор не дали, я сейчас буду звонить в соцстрах, девочки мне многие пишут, Ань, ты что там не разбираешься, что тебе не дали декретные, девчонки, ну, я же не могу свою жизнь вам выкладывать вот прям вот так вот, как в Доме 2, да. Конечно, мы разбирались, конечно, всплыли такие моменты, такие нюансы глупые, что просто no comments, действительно. И я хочу сказать, что покупала одежду сейчас для детей в местном магазинчике, продавца я знаю, и она мне немножечко, ну, как бы, дала в долг, так скажем. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Так, документы я благополучным образом отложу. Я купила ребятишкам вот такую вот шапочку, у нас, в принципе, шапочек много сейчас с ними, но свеженькая, я подумала, что не повредит, да, вы не находите. Вот такая вот она трикотажная, такая, облегченная, по-моему, 200 рублей, либо 220 рублей. А камера начинает подводить, в общем-то, садиться, хотя я ее вроде заряжала там. Так, я купила обувь для Пети. Давайте я вам покажу вот такие вот кроссовочки, обычные такие кроссовки. И стоили они около 600, по-моему, рублей. 27 размер, я уже говорила в этом влоге, да, что Петя жалуется на то, что кроссовки ему в 26 размере жмут. Жмут, вроде он так вот выражается. Поэтому вот такие вот, ну, до садика дойти такие мальчиковские, почему бы и нет, да. Мне очень понравились, я их прям схватила, схватила. Далее, девочки, я купила дочки, посмотрите, вот такой бодик. Я буду решать, что с ним делать для возраста 0-3 месяца. Посмотрите, какие тоже декоративные элементы, какая-то красота. И да, к бодику идет вот такой вот еще бантик на голову, повязочка. В общем, буду простировать, может быть, даже на выписку его возьму. Напишите этот на выписку, взять этот рюшки, видите, либо тот, который мама подарила. Ну, тут, конечно, понежнее. И стоил этот бодик, по-моему, 700 рублей, если мне не изменяет моя память. Мишеньке я купила в садик две мальчики свеженьких. То есть, ну, обычные такие наши мальчики местного производства. То есть, мордовские, розаевские, по-моему. Да, от Пети осталось очень много мальчиков, но они все равно такие зажеванные. Я подумала, что в садик нужно парочку новеньких, то есть, обновить. Такие вот по 100 рублей мальчики. И Петя мне, конечно же, купила джинсы. Представляете, он будет очень рад. 800 рублей. Посмотрите, джинсы облегченные. То есть, они не утепленные. И они сзади, смотрите, сделаны так очень интересно. Они на резинке. Они без всяких там дополнительных спереди замочков. Потому что мальчики постоянно бегают в туалет, да. И там, не дай бог, там что-то себе прищемят еще. Ну, в общем, как по мне, это оптимальные джинсы для носки именно в группе. Смотрите, какая красота. 110 размер нам прям как раз, как раз. 116 хотела взять на вырост. Не было. Но будем носить уже завтрашнего дня вот такие джинсы. Вообще прям красота. Да и только. Пошла я уже сейчас кашеварить. Время уже подходит к 12 часам дня. Надо дела потихоньку свои делать. И вот такие вот у нас новости. Вот таким образом я все-таки, так скажем, а-ля сбежала с перинатального. Нет. Но на самом деле мы все понимаем, да, что происходит. Я спокойно поговорила с докторами, да. Я все прекрасно сама понимаю. В общем-то. И спокойненько лягу в определенное положенное мне число. В общем-то. И вы знаете, я хочу сейчас сначала все-таки помыть голову. Все-таки не первой свежести. Голова. И я не люблю как-то волосы грязные. И сразу ощущение какой-то жирной жабы. У меня сразу лицо какое-то сальное становится. Я сейчас... Я уже говорила, что подканы новые шампуни, но бальзамы. И такой у меня беременный бзик. И я думаю, что это не самый плохой бзик, да, у девушки. Короче, я сейчас пользуюсь вот такой вот линеечкой. Глискур. Новинка. Это у нас биотех регенерация. Это шампунь для ослабленных поврежденных волос. Я прям балдею по компании Шварцкопф. Нравится очень, как пахнет это средство. Знаете, таким бамбуком, алоэ, что ли, такой облегченный аромат. Такая беленькая консистенция. Буду сейчас голову есть. И такой же у меня бальзам. В общем, да, уход за волосами от компании Шварцкопф у меня сейчас превалирует. Я его очень-очень люблю, поэтому, девочки, обратите внимание. Если где увидите, то попробуйте. И мне часто спрашивают, Таня, где купила, допустим, Шауму, где купила вот Глискур, да. Я вот сегодня была в Магните, просто в обычном Магните, не в Магнит Косметик. Там бальзамы и шампуни Шаума с 50% скидкой. Представляете, то есть за 60 рублей можно купить себе бутылочку средства и выглядеть сногсшибательно. У меня тут тросы у детей висят. В общем, все, девочки, я пошла готовить. Я сейчас буду еще монтировать этот влог. Спасибо вам огромное, что оставались со мной на протяжении всего этого влога. Всех вас очень сильно люблю. До встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok